Любой родитель рад появлению своего ребенка, это естественно и неудивительно. Некоторые из них считают, что должны каким-то образом подчеркнуть индивидуальность и необычность своего малыша, и идут довольно простым путем, давая ему необычное имя. Сегодня на канале Сплетники странные детские имена. Как показывает опросная статистика, примерно 10% родителей через несколько лет начинают жалеть о том, что наградили малыша необычным именем. Дети с такими именами, когда вырастают, часто рассказывают, сколько негативных эмоций им пришлось пережить из-за этого. Оказывается, около 80% этих малышей страдали от своего имени в детстве, и около 25% изменили его на более обычное, когда появилась такая возможность. Родительский креатив – явление далеко не новое. Редкий современный ботяня может посоревноваться с фантазией папаши раннего советского периода, когда в имена превращали географические названия, научные термины и частенько даже политические лозунги. Иногда это получалось благозвучно, а иногда реально резало слух. Самыми простыми именами были географические. Среди мальчиков встречались Парижи, Уралы и Гималайи. Или растительные – так появлялись мальчики-дубы и девочки-гвоздики и березы. На этом фоне малышка Октябрина или Февралина звучала даже неплохо. Но это далеко не предел. Научные термины – тоже благодатное поле для поисков подходящего имени, и в те времена встречались гипотенузы, алгебраины, вольфрамы и радии. Составные имена – это отдельная песня. Например, «Элина» – это комбинация слов «электрификация» и «индустриализация». Люди постарше наверняка помнят слово «доздроперма», а ведь это не хитрое ругательство, а имя, составленное из лозунга «Доздраствует 1 мая». И это вовсе не экзотика. Было неслабо назвать своего имени «Доздранагоном» – «Доздраствует народ Гондураса» или «Делиором» – «Дело Ленина, Октябрьская революция». И для девочек можно было напрячься и подобрать посложнее – «Доздрасмыгда», «Доздраствует смычка города и деревни». И детей на полном серьезе называли вот этими странными словами. Были имена, связанные с идеологией революции, например, «Крафсил» – «Красная армия всех сильнее» или «Печегод» – «Пятилетка за 4 года». «Баррикада», «Борец», «Национал», «Вождь», «Военмор» – так старались родители запечатлеть эпоху в своем чаде. Не только в раннее советское время были такие вдохновленные жизнью страны родители. В 60-е, например, появился «Кукуцаполь». Это не ацтека, а производная хрущевского лозунга «Кукуруза царица полей». Отличным полем для комбинации имен стали имена политических лидеров. Ленина, Сталина и других деятелей. Здесь количеству вариантов подбора позавидует создатель «Кубика Рубика». Варлен – «Великая армия Ленина». Легенмир – «Ленин гений мира». Лилют – «Ленин любит людей». Лентробух – «Ленин, Троцкий, Бухарин». Станев, Сталик, Сталина – это на тему Грозного Иосифа, как вы уже догадались. Иногда двух вождей замешивали и получались Сталиниты и Сталена. Был вариант имени Сталинберия. Если думаете, что все эти родительские фантазии где-то в прошлом, глубоко ошибаетесь. Во Владимирской области подрастает малыш Путин. Сейчас ему почти пять лет. Недавно у него родился брат – Шойгут Жураев. Следующего ребенка родители планируют назвать Собянин. Путин Абдулкадер живет в Махачкале. Родители говорят, что у него нет уменьшительно-ласкательного варианта, поэтому они называют его просто «Наш Владимир Владимирович». Заря Зареница родилась 10 лет назад в Москве, серьезно увлекается шахматами и занимает призовые места. У нее есть младший брат – Святозар. Люцифер Меньшиков, родившийся в 14-м, подрос. У него появился младший брат. Сначала его хотели назвать Листатом, но остановились на Вальдемаре. В начале нулевых был какой-то особенный всплеск креатива. В Москве появились младенцы «Вишня», «Бэтмен», «Дельфина», «Граф», «Мессия», «Джаз», «Забава», «Рассвет», «Океан», «Лука счастья», «Самерсет Оушен» – это одно имя из четырех слов – и «Космос». Ну и самый яркий пример – это мальчик Боч РВФ 260602. Расшифровывается как биологический объект-человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Очень долго мальчик страдал от фантазии своих родителей и ходил без документов. ЗАГС отказывался регистрировать такое имя и только недавно сменил его на Игорь. Украинские родители тоже стараются не отставать. У них есть дети с именами Каин, Графиня, Лукреции, Тор, Эдем, Велизар, Мелолика. В прошлом году в России принят закон, регулирующий действия родителей при выборе имени ребенка. Теперь запрещены оскорбительные слова, цифры, знаки припинания, должности и титулы. Это должно как-то облегчить жизнь детей после попыток проявления индивидуальности их родителей. А в целом, после развала СССР стало больше Саш и Насть, а вот Гена и Зои практически исчезли. Такая статистика. Благодарю за просмотр. А какие имена больше нравятся вам? Традиционно сложившиеся или необычные? Пишите свои варианты в комментарии, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм. Там тоже интересно. Все ссылки под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok